Глава десятая. Гибриды. Эпизод третий. Можно? Бэтпони пролез головой в дверь, на которой чернела надпись «Детектив Бладхаунд». Шейд при любом ответе зашел бы внутрь, но не хотел казаться невежливым. Сидящий в кабинете усатый земнопони при свете настольной, настенной и потолочных ламп изучал письма и телеграммы, пришедшие в его контору за время непродолжительного круиза по ураганным островам. Прежде чем Бладхаунд посмотрел на посетителя, посетитель нашел взглядом то, ради чего явился в столь поздний час — металлическую колбу, лежавшую на столе возле копыта. Груды фототехники рядом не было, следовательно, корреспонденты GGM в гости к детективу уже наведались. — Да, конечно, месье Шейд, — ответил Бладхаунд, откладывая в сторону письмо, которое читал, и полагал, вы в больнице проведывайте своего сотрудника. — О, это мне еще предстоит, — сообщил месье Шейд, бережно затворяя за собой дверь сыскного бюро. — Сейчас куда важнее решить вопрос с грифонами. — Важнее жизни пони? Кончики усов Бладхаундов сдрогнули от удивления. — Цена вопроса с грифонами — тысячи жизней пони. Если мы дадим неправильный ответ, то начнется война. — Я не уловливаю. Какой ответ? — Вот этот. Бэтпони указал на металлический предмет на столе. Там образец крови существа, по которому можно определить его видовую принадлежность. — Да, командующий фриерер обещал прийти за ним в течение чьяса. — Он не должен его получить, — твердо произнес Шейд. — Что? — Этот образец даст положительный результат. Потому что существа, поселившиеся на ураганных островах, в прошлом были пони. Их звали Оверкаст и Гейлридж. Они подверглись воздействию темной магии, изменившей их облик и сознание. Но проверка образцов крови покажет, что это пони. Таков будет результат, и нам нельзя его допустить, потому что этот результат начнет войну. Бладхаун задумчиво пригладил усы и тронул копытом металлическую колбу. Запечатанная емкость с угрозой для двух государств немного повращалась и остановилась, указав крышечкой на детектива. — Я уверен, что грифоны разумные создания. Они не станут воевать из-за одной колбочки с кровью. — Ошибаетесь, — Ферт Мушейд. — Я прекрасно знаю, о чем говорю. Им только эта экспертиза для войны и нужна. Не отдавайте им образец. — Боюсь, не могу. Я заключил, скомандуюсь чьим контракт и должен предоставить образцы согласно этому контракту. Мне дано задание, я его выполняю. — А вы понимаете, что начнется война? — Прямо спросил Шейд. — Все равно я должен выполнить свое задание по контракту, — упрямо ответил детектив, качая головой. В ответ Бэтпони раздраженно дернул ушами. — Только так. И это мой принцип. — Плюньте на этот принцип. — Мсье Шейд, — приподнялся над столом земнопони. — Я не такой, как вы. Я не плюю на свои принципы. И заставить меня вы не сможете. — Да неужели? Шейд пригнул голову так, что очки сползли на нос. В прищуренных оранжевых глазах с ромбовидными зрачками явственно читалась угроза. — Полагаю, что мои полномочия и друзья в Кантерлоте вполне могут устроить вам очень много неприятностей. — Как и мои, — внезапно произнес Бладхаунд. — У меня имеется одно расследование по делу месье Скриптеда Свича. — Увы, контракт по нему от Миньон. Но у меня остались интересные наблюдения. Например, смерть Свича констатировали два пони — Краулинг Тшиейд и Дрессич Кьюр. Весьма близкие в плане отношений особой, должен отметить. Тело Скриптеда Свича в большой спешке постарались вывести из дворца в Кантерлоте. — По вашему приказу, якобы для захоронения я в деревне, где месье Свич вырос. Правда, когда я посетил эту деревню, то не нашел там ни места захоронения, ни каких-либо родственников. — Не уверен, что хочу слышать все эти домыслы. — Тряхнул головой Шейд. — Возможно, ваши друзья в Кантерлоте захотят их услышать? — Вкратчиво поинтересовался Влад Хаунд. Земнопони продолжал нависать над столом, вызывающий глядя в оранжевые глаза бэтпони, в которых плясали огоньки ярости. — Давайте не будем проверять, чьи клыки длиннее, — произнес Шейд, раздвигая губы в натянутой улыбке и обнажая упомянутые зубы для лучшего обозрения. Унаследованная от предков идеально белая эмаль засверкала в свете трех ламп. Гнетущая пауза, пропитанная угрозами, оборвалась с открытием двери. Шейд вынужден был подвинуться, спрятать зубы и вернуть на место очки, чтобы избавиться от угрожающего облика, потому что перед верховным командующим Грифони Республики агрессию показывать не стоило. Пусть даже Грифон Ферриер молодостью и богатырским здоровьем не отличался. — Господин детектив, — учтиво качнул клювом военный, явившийся в сопровождении двух бойцов, заметных через просвет в двери. — Советник. Приветствие также последовало в адрес Шейда. Бэтпони оставалось только соблюсти этикет, ответив легким поклоном. — Как я понимаю, вы привезли мне с островов подарок. — Да, — не коляблись, ответил Бладхаунд. Он подхватил копытом железную колбу и протянул ее Грифону. — Вот кровь тех существ, одного из них, как вы просили. — Ни минуты у вас не сомневался. — пришлестел голос Ферриера. Чуть подрагивающая когтистая лапа с черными стаческими пятнами забрала маленький предмет и взвесила его, покачав в воздухе. — Как я слышал, добыть эту кровь оказалось рискованной затеей. — Пострадал начальник службы безопасности моего Ни, — подал голос Шейд. — Он сейчас находится в госпитале. За его жизнь борются лучшие врачи и Квестри. — Ох-ох-ох, — печально произнес Ферриер. — Вы не поверите, но мне грустно слышать, что из-за Грифонов страдают и гибнут пони. Такие дела. — Угу. — коротко откликнулся Шейд. По взглядам двух существ, советник по науке определил свою принадлежность к лишним слушателям и покорно оставил Грифон и беседовать с усатым земнопони. Шейд ждал у входной двери, пока разговор закончится и Грифон покинет кабинет. — Командующий Ферриер. Позвал он, заставив вздрогнуть не только орла-лева, но и двух кобылок, которые стояли возле дома с картой Балтимеера в копытах. Голубую пони с розовой гривой и розовую пони с голубой гривой Шейд проигнорировал, подойдя к Грифону в старом светлом мундире. — В чем дело, советник? — повернулся к нему командующий. По его знаку сопровождающего бойцы сделали два шага назад. — Поездка выдалась хлопотной для нашего друга-детектива, — сказал Бэтпони, пристально глядя в глаза старого военного и жалея, что яркое солнце не позволяет ему сражаться. Он не мог снять очки. Он еще не успел собрать воедино мысли и эмоции. И случайно дал вам не тот контейнер. Шейд поднял копыта, показывая пузырек, очень похожий на тот, что держал в когтях Ферриер. Он просил извиниться и передать вам настоящие образцы, не загрязненные примесями. Грифон внимательно изучил две закрытые емкости. Потом снова взвесил ту, что нес в лапе. — Мне казалось, что господин детектив не способен на подобную оплошность. — Мне казалось, командующий, — совсем тихо произнес Шейд, — что вам грустно слышать, что из-за Грифонов страдают и гибнут пони. Ферриер удостоил советника по науке прямым взглядом. Во взгляде Шейду удалось прочесть, что Грифон подтекст понял. — Что ж, бывает, — произнес крылатый командир, забирая контейнер у Шейда и передавая ему свой. — Спасибо вам, советник. Если бы не вы, то завтра на заседании совета я бы летел без ветра под крыльями. — До встречи завтра на совете, — завершил разговор Бэтпони. — Так что ты искал в законах республики? — спросил инцитат у Редфилда, когда они оба переступили порог, украшенного куполом здания совета. — Пытался найти нормы и правила, относящиеся к пребыванию пони на островах, — ответил секретарь. Ему сложно было сохранить концентрацию на разговоре из-за обилия кичливо разодетых претеров, командующих секретарей, корреспондентов и прочих участников важнейшего государственного мероприятия. Для единорога цвет Грифоньего сообщества представлял малоизученную, но манящую картину. — И? — потребовал продолжение посол. — Ну, если бы удалось нацепить на тех зверей браслеты, — вздохнул единорог, — то получилось бы апеллировать к закону от 603 года республики. В нем говорится, что пони, за ячьим перемещением по стране наблюдают круглосуточно, не относятся к нарушителям границы. — Слушай, это интересно, — цукнул языком эквестрийский посол. — Да, но теперь бессмысленно. Браслеты же не нацеплены. Чемодан, в котором система для слежения пустой груз. — Хорошо хоть Уайлджив. — Ты с самого начала вез сюда эти устройства, чтобы использовать этот закон? — Нет. Я о нем прочитал лишь вчера. Изначально я думал использовать браслеты на случай, если Грифоны потребуют отловить бестий и перевести в эквестрию. Мы тогда имели бы существенное преимущество, зная их точное местонахождение. — Но не получилось, — подытожил инцитат, подталкивая секретаря в сторону двух сторчатых дубовых дверей с ромбовидными узорами. — Я сейчас догоню. — Не переживай. Ты там сразу поймешь, где находятся места для представителей эквестрий. С кривой усмешкой заверил Эртфилда посол. Сам Пегас отыскал советника по науке, который перед заседанием позволил себе чашку кофе и пил ее, взгромоздившись на подоконник. Ворчание, не слишком довольных таким поведением Грифонов, Шейд игнорировал. — Слушай, секретарь-то твой не дурак, — заметил посол, попутно улыбаясь семье знакомого претера. — Дураки в моем не водятся, — сухо ответил Шейд. — Меня поразило то, как он начал шерстить законы республики. Я такого рвения даже у себя не помню. Я к тому, что твой Эртфилд в моем посольстве очень пригодился бы. — Ну так бери его на должность, — произнес Шейд, не отрывая от губ чашку. — Он все равно с завтрашнего дня безработный. Только он об этом пока не знает. — Как это? — не понял Пегас. — Перед поездкой сюда я обнаружил, что Эртфилд таскает деньги из бюджета НИИ на стороннее исследование, которое я остановил. Может, профессор Бикер ему такое и прощало, но мне своевольные управленцы под боком не нужны. Так что гулять он идет на все четыре стороны. Инцитат в ответ на слова Шейда хмыкнул и даже сам не смог понять, от удивления или от смеха. — Тем более хочу его в секретарий, — сказал Пегас. — Чувствую кадр разносторонне талантливый и не обремененный авторитетами. Посол повернул голову, оценивая, какое количество народа осталось в зале с колоннами, а какое уже прошло через двери с ромбами. Попутно отметил у дальней стены, занятых разговором Гардиана и Нитпика. Представитель GGM сегодня вырядился в синий бархат с белыми отворотами. — Господин посол! — вновь привлек его внимание Шейд. — Тут вот в верхах контрлота слух прошел, что Селестия Высвел собирается через пару месяцев с дипломатическим визитом. — Подтвердить можете? — Если б мог, — лукаво произнес Пегас, — то подтвердил. — Но, увы, есть определенные границы конфиденциальности. — Ясно, понятно. Бэтпони одним глотком допил кофе и поставил чашку на подоконник. — Какие у нас шансы на сохранение мира? — спросил Шейд, слезая с подоконника. Выполняя резкий маневр, он едва не упал, так как обе левых ноги синхронно подогнулись. Послу даже пришлось ловить советника по науке. — Что-то вы совсем плохо выглядите, друг. — Безуверток сообщил инцитат. Шейд вместо ответа проворчал что-то неразборчивое. — Не переживайте. — Шансы таковы, что сегодня рассудок победит безумие, — подбодрил сородича посол. Редфилд сроду не бывал в государственных и правительственных учреждениях. На контрлоты ему довелось любоваться пять раз, когда он гостил у родственников. Но во дворе цикскурсии его провести не сумели. Так что зал заседаний Дворца Советов Исфилда, своим видом принуждавший проговаривать каждое слово с прописной буквы, стал первой увиденной им ареной политических дебатов. Поне оставалось лишь раскрыть рот и изучать вереницы балконов, возведенных вдоль стен, под нависавшим на 10-метровой высоте куполом. Судя по разнице цвета каменной кладки, древнему архитектору пришлось снести ранее существа в ваш интерьер, чтобы уподобить зал расправленным крыльям. Одно вздымалось вдоль правой стены, и представители южных земель отправились занимать свои места. Второе, симметричное, отводилось северным политикам. В месте, где два каменных крыла сцеплялись балконными перьями, выселась еще одна трибуна с единственным на все помещение столом. Грифона, который взлетел на эту трибуну, Редфилд не знал, но отметил шапочку с двумя золотыми лентами. Похожие носили сотрудники архивов, приносившие в редакцию GGM пыльные свитки. Мимо замерзшего в растерянности секретаря шли грифоны. Один из них, в строгом синем мундире, весьма невежливо заставил единорога подвинуться, после чего полез на центральную трибуну, выступавшую из стены, в которой архитекторы проделали двери. Еще один военный, насыпивший парадного вида китель с высшими знаками отличия, остановился рядом с Редфилдом, посмотрел на отведенное ему по закону место и вздохнул. «Ой, чувствую, однажды не взлечу туда!» «Этому месту не помешает пара лестниц», — поделился своими наблюдениями Редфилд. Грифон покрутил головой и заметил единорога с жетоном посетителя, приколотым к отвороту пиджака. «А, господин посольский секретарь!» В голосе старого орва-льва слышался вежливый кивок. Редфилд на секунду смутился новому для себя титулу, но потом вспомнил, что для пропуска на заседание инцитат выдал ему значок, который обычно носил сотрудник посольства. «Да не угаснет ваша магия!» «Командующий Ферриер», — поприветствовал Грифона Пони, «да будет, эм...» К своему глубочайшему студу секретарь не мог сформулировать даже самого примитивного пожелания. Грифон отнесся к этому весьма благосклонно. «Ой, да не трудись ты с этим словоблудием!» «Я за свои годы столько фразочек наслушаться успел, что мне они как вилкой по стеклу!» «Ох, вроде на улице тучи, но день будет жарким!» «Не таким жарким, как в песках Майоритании, но все же!» Прошлестел голос Ферриера, после чего старый воитель поднялся на положенную ему высоту, где занял раскладное креслице, рядом с молодым и недовольным на вид заместителем. Редфилд в этот момент сообразил, что поток заседателей возрастает, а он в какой-то степени мешает проходу, так что секретарь побрел к месту, однозначно отведенному для представителей эквестрии. Грифоны могли быть дипломатичны и вежливы, но своим соседям отвели огороженную квадратную секцию, напоминавшую загон для животных, и разместили ее так низко, как могли, чтобы даже зрители в нижних рядах, где ютились представители прессы, видные культурные деятели, отставные военные и просто городские жители, смотрели на копытных сверху вниз. Тем временем полноватый Грифон в причетливой шапке раскрыл лежавшую перед ним книгу и, раздвинув часть стола, достал несколько заточенных бамбуковых палочек и чернильницу. — Прошу объявить о начале заседания! — зычно сказал он. — Что вы все собрались для начала? Сигналом, о котором просил Грифон, стал перезвон трех спаянных вместе колокольчиков, которые висели над входными дверьми. Ближайший к ним пернатый, отвечавший за порядок и безопасность помещения, потянул лапу к веревочке и резко дернул. Скорость перемещения Грифонов по залу заседания и прилегающему коридору моментально возросла. Рэдфилд услышал, как где-то наверху открылась дверь. Он поднял голову и заметил, что выше трибуны, за которой велся протокол заседания, но чуть ниже купола, то уже есть балкон, и на этом балконе имеются деревянные кресла. Целый ряд из пяти своеобразных тронов, на центральном из которых был выгравирован символ. Он напоминал три свисающих сосульки, из которых центральная была чуть длиннее. По книгам и архивным записям секретарь знал, что это символ церкви Великого Неба, отображающий лучи жизни, неиспосланные сверху. Точно такой же знак имелся на одеждах любого из представителей церкви, и даже вход в парящее над городом священное здание строители выполнили в форме трех сцепленных Т. На высоком балконе над головами всех собравшихся центральное место заняла одинокая фигура. В зал она попала через особый вход, через балкон, куда, по всей видимости, спустилась прямо из здания церкви. Священник отличала снежного цвета одежда с серебристыми полосами, которые почисливались тканью. А что в нем выделялось, так это темный круг перьев вокруг левого глаза. Природа не подарила этим перьям симметричных собратьев, поэтому со стороны казалось, что ментор церкви с кем-то подрался и схлопотал синяк. Но, судя по оживленному и довольному виду, вышел из драки победителем. Уши Редфилда уловили рядом с собой тихий стук копыт. Инцитаты шеи добрались до ложи, предназначенной гостям из эквестрии. — А чего же сразу в клетку нас не посадить? Советник по науке не оставил без комментария гостеприимность грифонов. — Но если мы сегодня выступим на уровне бризи-штангиста, то ты и в клетке побываешь, — цинично заметил посол. — Серьезно? — сплошился Шейд. — Нет, конечно, — махнул копытом Пегас. — У нас дипломатическая неприкосновенность. Но и Исфилда придется уматывать очень быстро. — Господа присутствующие! — разнесся по залу голос сидевшего за столом грифона. — Начинаем заседание Совета Республики от 22 дня 1021 года. Не переставая говорить, грифон вносил в книгу какие-то пометки. — Заседание носит внеочередной экстренный характер и организовано согласно постановлению заседания Совета Республики от 18 дня 1021 года. Голос ответственного оратора оказался столь монотонным, что стоявший рядом с Редфидлом Бэтпони начал скрытно зевать. Секретарь прекрасно понимал своего начальника. Приведя много часов за разбором архивных записей, Единорог открыл, что грифоны в канцеляризации дел дотошнее, чем организаторы эквестрийских игр. — На заседании присутствуют. Последовал беглый обзор помещения. Все представители округов, имеющие право голоса. Запись дел ведет секретарь Совета Риллиант. Также... Грифон подвинул на столе плоский предмет, оказавшийся крутящимся зеркальцем на подставке. При помощи данного хитрого приспособления он мог следить и за поведением вышестоящих инстанций. На заседании также присутствует ментор церкви Великого Неба. После этого объявления многие грифоны запрокинули головы, чтобы посмотреть на верхнюю ложу и убедиться, что кто-то из церковников решил снизойти до политических дрязг. Заседание 22 дня, согласно протоколам заседания от 18 дня, посвящается инциденту, случившемуся в 17 день 1021 года на границе территории Юго-Западного округа республики. Для раскрытия обстоятельств инцидента слово предоставляется претору округа Реогримму. На ближнем правом утесе началось движение. Вперед выступил среднего роста грифон с завитками шерсти на львиных лапах. Периодически заглядывая в подготовленную шпаргалку, Реогрим произнес Как я сообщал в докладе на прошлом заседании, два грифона из Казара на архипелаге первого шага, находясь в патруле над Ураганными островами, подверглись нападению неизвестных существ. Я обратился к совету с требованием установления обстоятельств произошедшего. Постановлением совета был утвержден план организации исследовательской группы и мероприятий по сбору информации об инциденте. Результаты должны быть озвучены на заседании данного совета для принятия решения о причислении инцидента к враждебным действиям со стороны соседнего государства либо к внутренним инцидентам республики. В качестве инициатора обращения прошу участников совета и представителей заинтересованных сторон предоставить имеющиеся сведения по обозначенному инциденту. Спасибо за внимание. Завершив выступление, Регрим сделал шаг назад, оставив балкон пустующим. Как понял Редфилд, для грифонов-политиков, желавших взять слово, это являлось отработанной веками процедурой. Главный секретарь Риолент сверился с листком, где до заседания политики отметили факт наличия у них докладов и порядок выступления. «Слово предоставляется верховному командующему республики Ферриеру!» прозвучал на весь зал. Несмотря на громкость фраз, старому грифону в военной форме понадобилось какое-то время и указание молодого заместителя, чтобы сбросить дремуту и сделать шаг к краю своей площадки. «Ага, да», бормотал Ферриер, пытаясь разобраться в нескольких листках бумаги. Из-за подрагивающих когтей переливствование страниц давалось выначальнику с трудом. Его заместитель отвернулся, чтобы не наблюдать этого позорного, по его мнению, зрелища. «Господин секретарь, господа командующие округов, да и все прочее», начал речь Ферриер. Редфил даже на большом удалении ощутил боль местного секретаря, которому приходилось перекладывать вольный слог командующего на необходимый канцелярит. «Сердечно вас всех приветствую. Получается, что я стараниями моего длинного на язык заместителя как бы выступаю сейчас обвиняющим. Хотя мне обвинять и квестрию не в чем, да и не особо хочется. Но раз уж протокол...» Ферриер снова встряхнул листы бумаги. Редфилд краем ухо уловил, что тяжело сопевший краулинг шейд затаил дыхание. В установленные сроки господа претры по поручению Совета третьего дня давности с помощью представителей Эквестрии и Нашинского медиакорпа была сформирована группа из двух грифонов и двух пони. Группа выполнила поставленную задачу, добыв образцы крови существ, атаковавших патрульных в ночь этого инцидента. Командующий потер когтем клюв и продолжил, явно перескочив через полстраницы текста. Короче говоря, при всесторонней проверке никаких признаков, указывающих на принадлежность существ к любой из распони, в наши светлые головы от медицины не нашли. Посему моя рекомендация, как верховного командующего и претра центрального округа, то бишь Ивсфилда и прилегающих... В общем, предлагаю разойтись уж поскорей. Давайте будем разумными существами и примем то событие, как локальное и малозначительное. В зале раздались одобрительные перешептывания и даже пара хлопков. Секретарь Советов встряхнул бамбуковой палочкой, который только что набросал три абзаца скорописи. Командующий Ферриер попятился, сжимая листы с результатами экспертиз, однако материалы у грифона оперативно выхватили. Место на обособленной трибуне занял докладчик в синем мундире. — Верховный командующий не огласил один весьма значимый факт, — заявил Флоуэк. — Слово предоставляется вице-командующим республики Флоуэку, — сообщил Риолент, внося соответствующую отметку в протокол заседания. — Но начинается, — вздохнул инцитат. — Коллеги! — сказал Флоуэк. Причем, судя по взаимным переглядкам, обращался он не к политикам, а к стоявшим рядом военным командирам. — В отчете отмечена бурная химическая реакция с выделением тепла при смешивании образцов крови и раствором игнифриктоцина. Я не буду сейчас зачитывать курс биохимии, отмечу лишь, что подобная реакция смеси возможна в двух случаях. Или кровь, предоставленная на анализ, создана искусственным путем, или на анализ представлена кровь существ, созданных искусственным путем. В любом из этих двух случаев, как мне кажется, имеет место обман эквестрицами наших ученых. И посему снятие всех обвинений преждевременно. Ситуация требует повторных исследований, новых экспертиз, о назначении которых я прошу совет. Пегас взмахнул крыльями и слегка приподнялся, привлекая к себе внимание. Рилайнд объявил, что посол Эквестри Инцитат берет ответное слово. В ходе экспедиции на Ураганные острова серьезно пострадал один из исследователей. Остальные с трудом отбились от этих тварей. Если вам так угодно подтвердить результаты, полученные вами грифонами, то слетайте на острова сами. Я более не желаю подвергать опасности представителей эквестрийской науки. То есть вы отказываетесь от сотрудничества с республикой? Незамедлительно спросил Флоук. Такой фразы я не произносил. Соскочил с политического крючка Инцитат. Слово предоставляется Претеру и командующему армией северо-западного округа Гардиану. «Дозвольте сообщить совету», прозвучало с крайнего левого балкона, где в одиночестве стоял Претер Гардин, что результаты экспертизы, вызвавшие у вице-командующего сомнения, имеют объяснение. Согласно сведениям, предоставленным эквестрийской стороной, данные существа, бестии, созданы посредством темной магии. Их сотворила змея по имени Ламия. Ни мы, ни пони не имеем представления, откуда они взялись, какие на них использовали заклинания и почему они поселились на ураганных островах. Но факт их создания магическим путем, как мы видим, научно подтвержден нагревом какой-то там колбы. — Змея по имени Ламия, — хмыкнул Флоуэк. — Какая интересная версия. — Если вице-командующий не верит моему слову, когда я говорю, что имел неприятный диалог с этой змеей, если вице-командующий не хочет верить и слово всеми уважаемого Нитпика, сопровождавшего меня в тот день, то, возможно, ему следует посетить Контерлот, чтобы с высшего дозволения правящих сестер лично увидеть тело Ламии, если, конечно, это тело не создали искусственно. Ведь мы все прекрасно осведомлены о достижениях пони в области творения всяких разных существ. Я бы попросил вас, Гардиан, воздержаться от подобного ернического тона. А я, в ответ, попросил бы вас, Флоуэк, воздержаться от голословных обвинений. Как только пони перестанут нарушать законы нашей республики, они их не нарушают. Да? А как же ситуация с торжением двух пони на территорию Гриффинстоуна? Их появление там не согласовано с Советом Республики. И никаких извинений со стороны Эквестрии не последовало. Еще это вспомнил. Сквозь зубы выдохнул инцитат. Объявляется свободное обсуждение. Провозгласил Риаленд, заметив многочисленных желающих двести до общего сведения свое мнение. Тем самым он устранялся от обязанности объявлять всех по очереди. Судя по смешку инцитата, на заседаниях Совета эта ситуация была типичной. «Данный инцидент не имеет никакого отношения к случившемуся 22-го числа», заметил прятер Игрим. «Если бы имел, я отметил бы это в своем вступительном обращении». Флоуэк, по-прежнему не желавший сделать шаг в тень и освободить трибуну для выступлений, трагически всплетнул передними лапами. «Не желаю никоим образом нарушать протокол. Инциденты не имеют прямой связи, кроме патологического желания пони влезть на нашу территорию и присвоить ее себе». «Вице-командующий», убедительно попросил Ферер, похлопав Молдов Грифона по спине, «прекращайте свое выступление и садитесь на место. По-моему, в зале все уже устали от вашего нагнетания». «Позвольте всего одно последнее замечание, вывернулся из-под лапы непосредственно у начальника Флоуэк. Я хотел бы обратить внимание собравшихся на повторяемость истории. Триста лет назад драконы обосновались на Огненных островах. Мы не оставили земли ящером, провели две дракони войны, отвоевали острова обратно. Сейчас пони и их искусственно выведенные твари обживают другие острова. «Мы что, в этот раз отступим и послушно отдадим территорию?» «А вы войну предлагаете начать?» Спросил командующий Ивлин с юго-востока. Предки Грифона относились к числу тех, кто героически отбивал острова у драконов, поэтому он влез поперек слова Флоуэка, с которым обычно старался не спорить. «Если потребуется». «Вы, заботящиеся о землях страны, хоть представляете, как сильно война ударит по нашему государству?» Поддержал командира Ивлина пожилой претер юго-востока. «Вы почитайте новый номер птичьего полета. Там в красках расписали, как и на что взлетят цены, если вы кинетесь клевать соседнюю страну». «Точно», — кинул претер южного округа Нетгал. «Мне с утра супруга такую истерику закатила по поводу роста цен на косметику». Рэдфилд готов был поклясться всем чем угодно, кроме жены и сына, что сидевший в этот момент в рядах для зрителей Нитпик подмигнул ему. «Если мы выиграем эту войну, то все товары, которые якобы подорожают, достанутся вам бесплатно и в количествах превышающих ваши потребности», — заявил Флоуэк. Поддержки у других командующих он не нашел. Даже военачальники юга и севера предпочитали смотреть вниз на ряды зрителей заседания. «Что-то у меня мало убежденности, что мы войну выиграем», — отметил Ивлин. «Особенно, если в конфликт мешается Си Хорс». «Видите ли», — подхватил стоящий рядом претер, «мы общались с настоящим руководителем лаборатории Си Хорс и получили от него гарантии сохранения нейтралитета и непременном противодействии стороне агрессору». «Ух ты! Гарантии! Страшно-то как!» — не унимался вице-командующий. «А чего-то посерьезнее гарантии было предоставлено? А то, знаете ли, слова как-то не очень пугают!» Редфилд услышал тихую фразу «Не переживай, будет тебе что-нибудь посерьезнее», которую обронил Краулинг Шейд. Глазами секретарь наблюдал, как верховный командующий, ставший сердито переминаться с ноги на ногу, нанес по крылу заместителя ощутимый удар. И такого воздействия хватило, чтобы стоящий на самом краю флоек покачнулся и чуть не слетел. «Так, малой!» — навязал Гартмул Феррер. «Защелкни клюв и сядь на место! Пока я тебя не вышиб с должности в далекое подхвосте!» «Не имеете права, еще два месяца!» — прищурившись, ответил Флоук. И тут Редфилд понял, что впервые с начала заседания ему есть что сказать. «Верховный командующий может обратиться к пункту 17 статьи 4 военного устава республики, где подчеркивается возможность смещения Грифона с высокой военной должности в обход установленных протоколов по причине психологического несоответствия нормам». Шум в зале усилился. Посол инцитат одобрительно кивнул Редфилду. Секретарь Релайен задумчиво покрутил в когтях палочку для письма, но отметил реплику пони в протоколе. А вице-командующий смерил единорога таким взглядом, словно намеревался оторвать голову и выпить всю кровь. «Это точно!» — хохотнул Феррер. «Так что сядь и успокойся, пока я не начал слушать советы представителей Эквестрии». Флоуэк тяжело плюхнулся на отмеченный для его персоны участок трибуны, но мысленно изничтожать присутствующих в зале копытных не прекратил. Народ вокруг с юмором и интересом обсуждал великое отступление вице-командующего, а также единорога, внезапно продемонстрировавшего знания законов республики лучше большинства ее граждан. «Итак, полагаю, мы можем приступить к процедуре». Рилаэнд расправил плечи и подготовил официальный призыв к голосованию, однако, глянув в зеркало, поперхнулся и сменил тон. «Эм...» — слово предоставляется ментору церкви Великого Неба. И снова многочисленные головы приподнялись, чтобы впиться взглядами в практически забытый балкон под потолком его одинокого обитателя. Облаченный в белую рубу с серебристыми полосами Грифон опустил лапу, который изъявлял свое желание высказаться. «Мои сородичи», — сказал Грифон с асимметричной расцветки перьев. «Я обращаюсь так не только к тем, чьи лапы украшены когтями. Под сенью Великого Неба уравнены и единообразны все, в ком есть искра жизни. Даже неверующие в силу верховных покровителей дороги им и должны рассчитывать на их милость». Посол инцитат слегка подтолкнул Шейда, которому после нескольких дней научно-политических игр не помогал даже кофе. Однако Бэтпони был не единственным в зале, кто явно скучал, слушая слова с верхнего балкона. «Но мы должны помнить, что наше деяние куда важнее нашей веры», — продолжал ищать ментор церкви. «Великое небо приемлет и принимает тех, кто в него не верит, но оно отвергает и карает тех, кто поведением своим умаляет семейство свое и весь род Грифонов. Не будем забывать, какова была ярость великого неба к древним гнездовьям. Лишь чистота и праведность Грифна Великого спасли наш, сбившийся с пути народ». Редфилд мельком взглянул на барельеф, размещенный под балконом секретаря Риолента. Скульпторы ожидаемо поместили там героического вида фигуру, обращенную к публике зрячим глазом и опирающуюся на глефу с длинным древком. «И сейчас, внимательнее всего, мы должны следить за деяниями своими», продолжал ментор церкви. Он прекрасно осознавал, что притянул к себе все взгляды и различать них угодные великому небу. Единой любовью оно отвечает всем существам этого мира, но лютая ненависть упроникается к тем, кто возжелает твердить другим своим сородичам. «Война, которую готовят чьи-то замыслы, есть худшая из преступлений в мироздании великого неба, и не будем мы достойны спасения и процветания, творя войну другим. И призываю вас, сородичи мои, увидеть благость и отвратность своих помыслов и обратить начинание в дела, угодные великому небу. Вот все слова, что мне желаемо сказать вам сегодня». Грифон в белой робе опустился на трон с символом церкви. Многие претеры и командиры задумчиво переглядывались, пытаясь понять, к чему вообще относились слова церковника и как в связи с его выступлением им теперь надлежит поступать. Первым из оцепенения вышел нитпик, шумно столкнувший передние лапы. Претер-гардиан, заметивший и мгновенно оценивший жест товарища, начал аплодировать следующим. Через пару секунд овации охватили почти все ряды сидячих мест и трибуны. Даже флоек отметился парой равнодушных хлопков. «Хитрец, однако, этот ментор церкви», сказал инцитат, когда аплодисменты начали стихать. «В смысле, не совсем понял посла Редфилд. Сейчас будет голосование претеров. Мы его в любом случае выиграли бы, потому что не тратили зря время и предоставили доказательства. Но народ подумает, потом скажет вслух, что именно слова ментора оказали решающее воздействие и не допустили войны. Что тут скажешь? Отлично продуманный политический шаг. Редкий случай для того балкона». «Это хорошо или плохо?» спросил Бэтпони. «И кто вообще этот ментор?» «Конкретного этого ментора не знаю. Лично с ним не общался. А имена послушники в церкви не употребляют. Отрекаются от них сразу после обряда посвящения. Так что я не имею представления, кто сей Грифон и из какого региона он родом». «Ясно, Бурнушейд. Значит, примем это к сведению и проясним детали». «По поводу его выступления. В нем хорошо то, — подумав, — ответил Пегас, — что он не ратует за войну с Поней. По крайней мере, при данной политической ситуации. И плохо оно тем, что церковники много веков не лезли в дела Совета. Последний раз, когда менторы ударились в политические игры, это раскололо государство и привело к появлению Грифонстоуна. Поэтому за этим пестрым парнем надо внимательно следить, чтобы лишних яблок не натряс. Над головами Пони прозвучал призыв к голосованию. Секретарь Совета первым делом предложил к утверждению версию, что произошедшие четыре дня назад события являлись преднамеренным нападением эквистрийцев и служат поводом для ответных мер. Инцитаты Редфилд смотрели на утесы, на представителей округов. А еще яростней крутил головой по сторонам вице-командующий Флоэк. К его негодованию, которое почувствовал на себе почти оторвавшаяся пуговица мундира, никто не поддержал военную инициативу. Реолент поменял вариант для голосования. Редфилд крутанулся на месте одновременно с другим секретарем, считая поднятые вверх лапы. Семь голосов, семь претеров решили считать ситуацию с патрульными и бестиями внутренним делом республики, никак не связанным с Пони. Редфилд все еще не верил своим глазам, как его кинулся обнимать инцитат. Чуть меньшую радость выражал измотанный советник по науке. «Отличная работа, господа!» Объявил инцитат под общий гомон грифонов. «Семь к нулю на стороне Пони!» «Такого на моем веку еще не случалось!» «Стелбрид шумеет удивлять!» Ответил единорог, наблюдая за тем, как здание через отдельную дверь покидает служитель церкви. «Кстати, об этом!» Прозвучал над духом усталый голос Шейда. «Я вас, Сретфилд, должен кое о чем информировать!» Из-за толстого стекла два Пони, не слыша нервного писка приборов, но видели свет сигнальных ламп и лежавшую на койке мешанину из белых медицинских повязок, бурой шерсти и черных подпалин. Зеленая единорожка листала державшиеся на одной скрепке бумаги, а вот Бэт Пони не сводил глаз с отрисаемой мелкодрожью пациента, чья борьба за жизнь длилась уже не первые сутки. «У нас нет других вариантов», — вздохнул Дрессач Кьюр. «Он пережил транспортировку на Сихорс, но до конца недели не доживет. Основные показатели неуклонно деградируют. Только оранжерея может помочь». «Подумай, что ты предлагаешь, и как бы он к этому отнесся. Возможно, Уайлд предпочел бы смерть новаторским методом лечения еудженин. Когда-нибудь мы должны будем перейти к испытаниям. Сейчас это может спасти ему жизнь. И превратить его в гибрид из живой плоти и продуктов оранжереи». «Если бы сохранился образец чудо-клеток, — прикусил Губу Кьюр, — если бы мы не извели его тогда в Стейлбридже, то не пришлось бы все пересоздавать и выращивать в оранжереи. И мы еще так далеки от параметров тех чудо-клеток». Краулинг Шейд практически не слушал. Он все еще смотрел на уцелевшую часть морды земнопоний-зоолога и пытался понять, на что он, как ученый, сторонний наблюдатель, обладающий сердцем, должен решиться. Риск не гарантировал успеха. Он это понимал. Кьюр это понимал. Бэтпони искал в эквистрийском языке слова, которые могли бы служить ему оправданием. «Ты художник», — наконец произнес он. «Там твой холст. Делай с ним все, что посчитаешь нужным. И давай надеяться, что это назовут шедевром». «Благодарю», — смущенно и неуверенно произнесла Кьюр. «Если это все, то я пойду займусь другими делами». «Помни, не трать на работу много времени». Услышал за спиной Бэтпони. «Я назначила тебе покой и постельный режим. Иначе нервное истощение тебя убьет. И новые мозги тебе в оранжереи не сделают. А жаль». Вздохнул Краулинг Шейд и направился к лифту. Он пребывал в твердой уверенности, что главврач научного центра будет крайне занята весь вечер, а то и не один. Так что не станет проверять состояние своего самого титулованного пациента. А потому Бэтпони решил посвятить эту ночь и следующий день шастанью по личной научно-исследовательской вотчине. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok